Ассаляму алейкум! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной урок по Курану. Сегодня мы с вами продолжим изучать Суру Аль-Кахф. Я бы хотел сегодня сделать подробный разбор 21 и 22 аятов Суры Аль-Кахф. Сейчас, как всегда, каждый из этих аятов прочитаю. Буду объяснять, какие правила содержатся в каждом из этих двух аятов. Потом эти аяты по три раза прочитаю, и в самом конце один раз еще эти аяты прочитаю, иншааллах. Как всегда, хотел бы попросить всех вас поставить лайк к этому видео. Заранее всем спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Далее сеть буква Нун сфатха И фатху тянем в два счета За счет алифа без огласовок Это маттоби'и И получается ААФАРНА ААФАРНА Далее сеть буква Айн Она гортанная сфатха И фатху произносим как гортанный звук АА Далее сеть буква Лям Сфатха и фатха приобретает оттенок Я То есть АЛА Далее сеть буква Я с суконом Получается АЛАЙ Далее сеть буква ХА Она мягкая на выдохе Произносится с касрой Получается АЛАЙХИ Далее сеть буква МИМ с суконом Наличие сукона над буквой МИМ Уже говорит о том, что букву МИМ Надо произносить четко Смотрим на следующую букву Это буква Лям Это ИЗХАР ШАФАУИЯ Получается АЛАЙХИМ ЛИЯЛАМУ Далее сеть буква Лям с касрой ЛИ Далее сеть буква Я с фатхой ЛИЯ Далее сеть буква АЙН ГАРТАННАЯ с суконом Получается ЛИЯЛАМ Далее сеть буква Лям с фатхой Фатха приобретает оттенок Я То есть ЛИЯЛА Не надо читать ЛИЯЛА Надо читать ЛИЯЛА Далее сеть буква МИМС ДАММАЙ Здесь ДАММУ Дорогие друзья Мы имеем право тянуть либо два раза и читать ЛИЯЛАМУ АННА Либо тянуть шесть раз и читать ЛИЯЛАМУ АННА И так и так правильно Выбор за вами дорогие друзья Это МАДМУН ФАСИЛ Так как слово ЛИЯЛАМУ заканчивается на букву ВАУ БЛИЗА ГЛОСОК А следующее слово Слово АННА Начинается на букву АЛИФ С ХАМЗАЙ Это МАДМУН ФАСИЛ Здесь хочу сказать Вот на эту букву АЛИФ не надо обращать внимание Это не СУКУН Как некоторые думают Данный значок над буквой АЛИФ Говорит о том, что буква АЛИФ Она нужна только для правописания Здесь буква АЛИФ Никакого влияния на чтение Или на произношение не оказывает Получается ЛИЯЛАМУ АННА Теперь здесь дали стоит буква АЛИФ С ХАМЗАЙ И ФАТХА И ФАТХА произносим как мягкий звук А Дали стоит буква НУН С ТАШДИДОМ или С ШАДДОЙ То есть она удваивается В данном случае букву НУН Произносим удерживая ФАТХУ над буквой НУН Не тянем И идем дальше АННА ВАА ДАЛЛОХИ Дали стоит буква ВАУ Ее надо произносить правильно То есть мягко ВА Не ВА, а ВА Дали стоит буква АЛИН Она гортанная С СУКУН Нам получается ВАА ВАА Дали стоит буква ДАЛ С ФАТХАЙ ВААДА ВААДА Теперь тут же переходим К следующему слову При переходе Минуем АЛИФ АЛИФ не надо произносить Вверху подсказка есть Теперь буква ЛАМ Слове Аллах Произносится твердо Так как перед именем Аллах Стоит огласовка ФАТХА Получается ВААДАЛЛАХИ Не надо читать ВААДАЛЛАХИ Теперь ФАТХА Над буквой ЛАМ Слове Аллах ФАТХУ тянем в два шота Это МАТТОБИИ Далее стоит буква ХА Она мягко и на выдохе Произносится КАСРУ под буквой ХА Не тянем И идем дальше Получается ВААДАЛЛАХИ ХАКУ Теперь дали стоит буква ХА Она гортанная ХА Дали стоит буква КОФ Она твердая Удваивается Теперь Здесь я остановился Если вы сделали Вынужденную паузу То есть у вас дыхания Не хватило Дальше продолжить Тогда вы здесь можете остановиться Если вы здесь остановитесь Букву КОФ Произносите как удвоенную И делаете КАЛЬКАЛА То есть подчеркиваете Вот так ХАКУ ХАККО Вот А если решили не останавливаться А продолжить Теперь ТАНВИН Или звук Н Превращается в букву УАО За счет чего букву УАО Произносим Удерживая Это ИДГАМС ГУННОЙ То есть не хакун будет, а надо читать хакуа. Теперь здесь буква Ва, она мягкая, ее надо правильно произносить. Фатху здесь не тянем. Дальше буква Алифс, Хамзай и Фатха. И Фатху произносим как мягкий звук А. Дальше буква Нун, она удваивается, ее надо произносить удерживая. Фатху не тянем и тут же переходим к следующему слову. Теперь при переходе минуем, Алиф, Алиф не надо произносить, сверху подсказка есть. Буква Лам тоже не произносится, так как над буквой Лам не стоит суккун. Это говорит о том, что следующая буква, в данном случае буква Син, она солнечная буква. Теперь буква Син удваивается за счет того, что мы здесь букву Лам не читаем, не произносим. Теперь буква Син, она мягкая. Фатху тянем в два счета, за счет Алифа без огласовки, это ма-тоби-и. Дальше буква Айна, она гортанная. Фатху произносим как гортанный звук А. Дальше буква Та-Мар-Бута с Фатхой. Фатху здесь не тянем и тут же идем дальше. Теперь далее буква Лам. Фатху здесь приобретает оттенок Я. И эту же Фатху тянем в два счета за счет буквы Алиф без огласовки, это ма-тоби-и. Получается Ла. Не Ла, а Ла. Дальше буква Ра. Буква Ра произносим твердо, Фатха приобретает оттенок О. То есть Ра. Дальше буква Я с суконом. Дальше буква Ба с Фатхой. Здесь Фатху не тянем и идем дальше. Ла, Рой, Ба, Фи, Ха. Дальше буква Фа с Касрой. Касру здесь тянем в два счета за счет буквы Я без огласовки, это ма-тоби-и. Фи. Дальше буква Ха. Она мягкая и на выдохе произносится. И здесь Фатху, дорогие друзья, мы имеем право тянуть либо два раза и читать Фи, Ха, Идз. Или же тянуть Фатху над буквой Ха шесть раз и читать Фи, Ха, Идз. И так, и так, правильно, выбор за вами это Мадмунфасиль. Так как слово Фи, Ха заканчивается на Алиф без огласовок. А следующее слово, слово Алиф с Хамзой, прошу прощения, слово Идз начинается на букву Алиф с Хамзой. Это Мадмунфасиль. Поэтому волнистый знак, вот здесь тоже был волнистый знак. Волнистый знак говорит о том, что Фатху мы имеем право тянуть дольше обычного. Обычно, если мы тянем в два, что-то тут, как я уже сказал, мы имеем право также тянуть шесть раз. Теперь, дальше. Дальше следующее слово Алиф с Хамзой и Касрой. Касру произносим как мягкий звук И. Дальше следующее слово ЗАЛЬ, она межзубная, ее надо правильно произносить. Получается Идз. Идз. Дальше следующее слово Я с Фатхой Я. Дальше следующее слово ТАМАЯХКАЯ с Фатхой Я ТА. Дальше следующее слово НУН с Фатхой. Фатху тянем в два, что-то за счет подсказки прямой палочки. Это МАТТОБИИ. Получается Я ТАНА. Дальше следующее слово ЗАЛЬ, обычная она, не межзубная, с Фатхой. Я ТАНА. ЗА. Дальше следующее слово АЙН, гортанная, с ДАМА. И здесь ДАМУ произносим как гортанный звук У. И эту же ДАМУ тянем в два, что-то за счет буквы ВАУ без огласовок. Это МАТТОБИИ. Получается Я ТАНА ЗАУНА. Здесь буквы НУН с Фатхой и Фатху не тянем и идем дальше. Я ТАНА ЗАУНА. Наличие сукона над буквой мим уже говорит о том, что букву мим надо произносить четко. Смотрим на следующую букву, это буква алиф с хамзой, это изгар шафауя, получается байнахум амрохум. Далее стоит буква алиф с хамзой и фатха, и фатха произносим как мягкий звук а. Далее стоит буква мим суконом, наличие сукона над буквой мим уже говорит о том, что букву мим произносим четко. Смотрим на следующую букву, это буква ра, это изгар шафауя, получается амрохум. Теперь букву ра здесь произносим твердо, так как у нее огласовка фатха, фатха приобретает оттенок о. Далее стоит буква ха, она мягко и на выдохе произносится, амрохум. И здесь буква мим с суконом, здесь я хочу сказать вне зависимости от того, дорогие друзья, хоть вы остановитесь или не остановитесь, в любом случае букву мим надо произносить четко. Будет изгар шафауя, так как после буквы мим с суконом стоит буква фа. То есть остановились, читаем амрохум. Не остановились, все равно читаем амрохум фа колу. То есть если не остановились, читаем и тут же продолжаем. Амрохум фа колу бну и так далее. Но лучше останавливаться, сделать паузу, набрать новый воздух, свежий воздух и потом продолжить. Далее стоит буква фа с фатхой. Фа. Далее стоит буква каф, она твердая с фатхой. Фатха приобретает оттенок о. И эту же фатху тянем в два шота за счет алифа без огласовки. Это маттоби'и. Получается фа-то. Далее стоит буква лям с даммой. Здесь дамма приобретает оттенок ю. И эту же дамму тянем в два шота за счет буки вау без огласовки. Это маттоби'и. На букву алиф не обращаем внимания, так как буква алиф, она нужна для правописания. Здесь, дорогие друзья, я прошу прощения. Здесь я хочу сказать, если бы мы не перешли бы к следующему слову, дамму тянули бы над буквой лям. То есть фа-калю было бы. Но так как мы переходим к следующему слову, дамму здесь не тянем. Но дамма приобретает оттенок ю. То есть фа-калю бну. Еще раз хочу сказать, если бы мы не перешли бы к следующему слову, дамму над буквой лям тянули бы и было бы маттоби'и. То есть, тянули бы в два шота. Но так как мы переходим к следующему слову, даму здесь не тянем. Получается, фа-кол-лю-бану. Теперь при переходе минуем олив. Олив не надо произнести сверху, подсказка есть. Далее, буква Б стоит с суконом. Это правило кал-кал-а. В данном случае, букву Б надо подчеркивать. Для того, чтобы подчеркнуть букву Б, как только букву Б произносим, губы сразу же открываем. Получается, фа-кол-лю-бану. Фа-кол-лю-бану. Далее, буква НУ с дамой. Даму здесь. Вот здесь тянем даму в два шота за шот буки. Вау, без огласок. На букву Алиф, опять же, не обращаем внимания. Так как буква Алиф, она нужна только для правописания. Получается, фа-кол-лю-бану. Алейхим. Далее, буква Айна. Она гортанная с Фатхой. И Фатху произносим, как гортанный звук А. Далее, буква Ламс. Фатха. И Фатха приобретает оттенок Я. То есть, АЛЛА. Не Аллах, а АЛЛА. Далее, буква Я с суконом. АЛЛАЙ. Далее, буква Х. Она мягкая и на выдохе произносится. АЛЛАЙХИ. И тут буква Мим стоит. Сукона нет. Вот здесь сукон есть. Например, здесь был сукон. Поэтому я говорил, что наличие сукона над буквой Мим уже говорит о том, что здесь букву Мим произносим четко. А тут сукона нет. Это подсказка, дорогие друзья. Здесь должен быть сукон, по идее. Но сукон убрали. Тем самым дают подсказку, что букву Мим не надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква БА. Это ИХФА ШАФАУИЯ. В данном случае, букву Мим надо произносить скрыто, удерживая через нос. То есть, вот так. АЛЛАЙХИМ БУНЬЯНА. АЛЛАЙХИМ БУНЬЯНА. Далее, следует буква БА с даммой. Далее, следует буква НУН с суконом. И здесь наличие сукона над буквой НУН уже говорит о том, что букву НУН надо произносить четко. Здесь, смотрите, здесь, дорогие друзья, хочу сказать, это слово исключение. Согласно правилу, если после буквы НУН с суконом стоит буква Я, то буква НУН превращается в следующую букву, то есть в букву Я, за счет чего букву Я произносим удерживая. Но так как здесь после буквы НУН с суконом стоит буква Я в одном слове, в одном слове, то буква НУН в данном случае не превращается в букву Я, это исключение. В данном случае букву НУН произносим четко, это изгар. Получается, если одно слово заканчивается на букву НУН с суконом, а следующее слово начинается на букву Я, тогда буква НУН превращается в следующую букву, то есть в букву Я. Но если в одном слове после буквы НУН с суконом стоит буква Я, то в таком случае буква НУН не превращается в букву Я, а наоборот произносится четко, это изгар. Это исключение. Соответственно, тут не надо читать БУНЬЯНА, это ошибка. Надо читать БУНЬЯНА. Теперь здесь дали следующее букву Я с Фатхой, и Фатху здесь тянем в два счета за счет подсказки прямой палочки, это МАТТОБИИ, получается БУНЬЯ, дали следующее букву НУН с ТАНВИНом Фатха, то есть по идее БУНЬЯНАН. БУНЬЯНАН, но если вы решили остановиться, тогда одна Фатха исчезнет, другая Фатха останется, и эту Фатху, которая останется или остается, вы должны тянуть в два счета за счет Алифа без огласовок, это МАТТОБИИ, то есть БУНЬЯНА, но если вы решили тут продолжить, тогда здесь никак не может быть БУНЬЯНАН, вот края Танвина неровные, это уже подсказка, и эта подсказка говорит о том, что Танвин не надо произносить четко. Смотрим на следующую букву, это буква РО, в данном случае это ИДГАМ без ГУНЫ, поэтому если вы решили продолжить, тогда звук Н в Танвине превращается в букву РО, за счет чего буква РО удваивается, то есть БУНЬЯНАРОБУХУМ. Но лучше останавливаться и читать БУНЬЯНА, теперь здесь очень важное примечание, если вы здесь остановились, дорогие друзья, и прочитали БУНЬЯНА, и после паузы решили продолжить, тогда букву РО не надо произносить как удвоенную, то есть, если вы здесь остановились, здесь букву РО произносим как будто здесь ТАЖДИДА или знака удвоения ШАДДЫ нет, надо читать РОБУМ, букву РО произносите удвоенную только в том случае, если вы здесь не остановились. Если вы здесь не остановились, еще раз хочу сказать, прошу прощения, если вы здесь не остановились, звук Н в Танвине превращается в букву РО, за счет чего букву РО удваивается, поэтому надо читать БУНЬЯНАРОБУХУМ. Остановились, БУНЬЯНА, прочитали, тут читаем РОБУМ, не РОБУМ, так неправильно, потому что в арабском языке слово, не может начаться на удвоенную букву, не бывает такого, чтобы вот предложение и первое слово, первая буква в предложении, чтобы была удвоенной, в арабском это исключено. Теперь здесь букву РО произносим твердо, так как у нее голосовка ФАТХА, РО, и ФАТХА приобретает оттенок О, то есть РО. Далее следует букву БА, она удваивается, РОББУ, далее следует букву ХА, она мягкая и на выдохе произносится, РОББУХУ, далее следует букву МИМ СУКУНАМ, наличие СУКУНАМ над буквой МИМ уже говорит о том, что букву МИМ надо произносить четко, смотрим на следующую букву, это букву АЛИФСХАМЗАЙ, это ИЗГАРШАФАВИЯ, получается РОББУХУМ АЛАМУ. Далее следует букву АЛИФСХАМЗАЙ и ФАТХА, и ФАТХА произносим как мягкий звук А, далее следует букву АИН, она гортанная, получается ААР, далее следует букву ЛАМ, она мягкая и с ФАТХА, и ФАТХА приобретает оттенок Я, то есть АЛА, не АЛА, АЛА. Далее следует букву МИМ с ДАММАЙ, здесь ДАММУ не тянем, и тут же идем дальше. Далее следует букву БА с КАСРАЙ, Далее следует букву ХА, она мягкая и на выдохе произносится, Далее следует букву МИМ, и теперь опять же здесь, вот как в этом случае, хочу сказать, вне зависимости от того, дорогие друзья, хоть вы здесь остановитесь или не остановитесь, То есть букву МИМ в любом случае надо произносить четко, в любом случае будет ИЗХАРШАФАВИЯ, так как после буквы МИМ с СУКУНом следует букву КАФ, остановились, читаем БИХИМ, не остановились, все равно читаем БИХИМ и тут же продолжаем дальше, то есть АЛАМУ БИХИМ КАЛАЛЛАЗИНА, но лучше останавливаться. Теперь далее следует букву КАФ, она твердая с ФАТХА, и ФАТХА приобретает оттенок О, и эту же ФАТХУ тянем в два шота за счет АЛИФА без огласовок, это МАТТОБИИ, то есть КААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА Эту же фатху не тянем и тут же идем дальше Теперь при переходе минуем олив, олив не надо произнести, сверху подсказка есть Здесь буква лям, она удваивается, фатха приобретает оттенок я Далее стоит буква зал, зал, межзубная, ее надо правильно произносить Касру тянем в два шоу, то зашат буква я, без огласовки это мотоби КОЛЛАЛЛАЗИğimiz Дализед буква нун сфатха, здесь фатху не тянем и идем дальше КОЛЛЛАЛЛЛАЗИЕ НА КОЛЛАЛЛЛАЗИЕ НА ГОЛЛАБУ Далее стоит буква гыйна, она твердуя сфатха, фатха приобретает оттенок ятес ГА Далее стоит буква лам сфатха, фатха приобретает оттенок ятес Далее стоит буква БА с ДАММАЙ. Даму здесь тянем в два. Шоу-то за шоу-то букью ВАУ без огласовки. Это мат-тоби-и. На букву АЛИФ не обращаем внимания, так как букву АЛИФ она нужна только для правописания. Получается ГОЛАБУ. Далее стоит буква АЙНА. Она гортанная с ФАТХА. И ФАТХУ произносим как гортанный звук А. Далее стоит буква ЛАМ с ФАТХА. И здесь ФАТХА приобретает оттенок Я. Теперь вот здесь подсказка прямая палашка. И над подсказкой стоит волнистый знак. Волнистый знак говорит о том, что эту ФАТХУ, дорогие друзья, мы имеем право тянуть как два раза, так и больше двух раз, то есть шесть раз. Это МАДМУНФАСЫЛЬ, так как это слово заканчивается на АЛИФ МАКСУРУ, а следующее слово начинается на букву АЛИФ СХАМЗАЙ. Это МАДМУНФАСЫЛЬ. Поэтому здесь вы имеете право тянуть ФАТХУ над буквой ЛАМ в два шоу-то и читать АЛЯ АМРИХИМ. Либо тянуть шесть раз и читать АЛЯ АМРИХИМ. Итак, правильно, выбор за вами. Теперь дали следующее букву АЛИФ СХАМЗАЙ и ФАТХАЙ. Здесь ФАТХУ произносим как мягкий звук А. Дали следующее букву МИМ СУКУНАМ. Наличие СУКУНА над буквой МИМ уже говорит о том, что букву МИМ надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква РО. Это ИЗХАР ШАФАУЕ. Получается АМРИ. Теперь букву РО произносим мягко, так как у нее огласовка КАСРА. Эту КАСРУ не тянем. АМРИХИМ. Не надо читать АМРИ. Не РИ, а РИ. Далее следующее букву ХА. Она мягкая и на выдох произносится с КАСРАЙ. Далее следующее букву МИМ СУКУНАМ. Опять же, наличие СУКУНА над буквой МИМ уже говорит о том, что букву МИМ надо произносить четко. Это ИЗХАР ШАФАУЕ. Так как следующая буква, буква ЛАМ. Получается АМРИХИМ. ЛА НАТТАХИДАН. Далее следующее букву ЛАМ с ФАТХА. И ФАТХА приобретает оттенок Я. То есть ЛА. Далее следующее букву НУН с ФАТХАЙ. ЛА НА. Далее следующее букву ТА. Она мягкая и удваивается с ФАТХАЙ. ЛА НАТТА. Далее следующее букву ХА. Хриплая с КАСРАЙ. Получается ЛА НАТТАХИ. ЛА НАТТАХИ. Далее следующее букву ДАЛ. Она межзубная. Ее надо правильно произносить с ФАТХАЙ. ЛА НАТТАХИДА. Далее следующее букву НУН. Она удваивается. Букву НУН произносим удерживая ФАТХУ. не тянем. И идем дальше. ЛА НАТАХИЗАННА АЛАЙХИМ Далее сеть буквы Айн ана гортанная сфатха. И фатху произносим как гортанный звук А. А. Далее сеть буквы ЛАМ сфатха. И фатха приобретает оттенок Я. То есть АЛЛА. Не Алла, а АЛЛА. Далее сеть буквы Я с касрой. С сукуном. Прошу прощения. АЛАЙ. Далее сеть буквы ХАНАМ МЕХКЕЙ на выдохе произносится. Далее сеть буквы МИМ. Здесь над буквой МИМ должен быть сукун, но сукун не поставили. Тем самым дают подсказку, что букву МИМ не надо произносить четко. То есть здесь не может быть АЛЛАЙХИМ МАСДЖИДА. Здесь как мы видим встретились две буквы МИМ. Первая из них с сукуном, а вторая в данном случае с фатхой. Это ИДГАМ МИХЛАЙН. Это означает, что первая буква МИМ сливается со второй буквой МИМ. За счет чего вторая буква МИМ удваивается и ее надо произносить удерживая. То есть вот так. АЛЛАЙХИМ МАСДЖИДА. Теперь после удвоенной буквы МИМ стоит мягкая буква СИН. МАС. Далее стоит буква ДжИМС. КАСРАИМ МАСДЖИ. Далее стоит буква ДАЛЬСТАНВИНАМ ФАТХА. То есть по идее МАСДЖИДАН должно быть. Но когда остановимся, одна фатха исчезнет, другая фатха останется. И эту фатху тянем в два шота. За счет Алифа без огласовок. Это МАТТОБИИ. Получается АЛЛАЙХИМ МАСДЖИДА. Следующий аят. 22. САЛЛАФАТУ РАБИЮХУМ КАЛБУХУМ САЛЛАФАТУМ КАЛБУХУМ КАЛБУХУМ РАДЖМАН БИЛЬГАИБ. САЛЛАФАТУ САЛЛАФАТУ, 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 САЛАФАТУ, САЛЛАФАТУ, САЛ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Теперь букву Ра произносим твердо, так как у нее огласовка Фатха Фатха приобретает оттенок О И эту же Фатху тянем в два ашота за счет буквы Алиф без огласовки Это Маттоби'и Субтитры создавал DimaTorzok Далее стоит буква Ба с касрой Ра-Би Далее стоит буква Айн гортанная с дамой, да мы произносим как гортан язык У, то есть Ра-Би-У Далее стоит буква Ха, она мягкая на выдохе произносится Ра-Би-У-Ху Далее стоит буква Мим с Сукуном Наличие Сукуна над буквой Мим уже говорит о том, что букву Мим надо произносить четко Смотрим на следующую букву, это буква Каф И это из Гарша Фауя Получается Далее стоит буква Каф, она мягкая с фатха И фатха приобретает лохи оттенок Я, то есть К Далее стоит буква Лам Сукуном, букву Лам произносим мягкая, то есть КАЛ Ни КАЛ, а КАЛ Далее стоит буква Ба с дамой, КАЛБУ Далее стоит буква Ха, она мягкая на выдохе произносится с дамой, КАЛБУУ Далее стать буквой МИМ с СУКУНАМ. Наличие СУКУНАМ над буквой МИМ уже говорит о том, что буквой МИМ надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква ВАУ. Это изгар шафауя. Получается КАЛБУХУМ ВАЯКУЛУНА. Далее стать буквой ВАУА с ФАТХАЙ. Буквой ВАУ произносим правильно. То есть мягко. ФАТХУН НЕ ТЯНИМ. ВАЯКУЛУНА. Далее стать буквой Я с ФАТХАЙ. Далее стать буквой КАФ. Она твердая. ДАММА и ДАММУ тянем в два шота за счет буквы ВАУ без огласовки. Это МАТТОБИИ. ЯКУЛ. Далее стать буквой ЛАМ с ДАММА. ДАММА приобретает оттенок Ю. Эту же ДАММУ тянем в два шота за счет буквы ВАУ без огласовки. Это МАТТОБИИ. То есть ЯКУЛУНА. Здесь букву НУН с ФАТХАЙ произносим. ФАТХУН НЕ ТЯНИМ и идем дальше. ВАЯКУЛУНА ХОМСАТУН. Далее стать буквой ХА. ХРИПЛАЯ СФАТХАЙ и ФАТХА приобретает оттенок О. То есть ХА. Далее стать буквой МИМ с СУКУНом. Наличие СУКУНа над буквой МИМ уже говорит о том, что букву МИМ надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква СИН. Это ИЗГАР ШАФАУЯ. Получается ХОМСАТУН. Далее стать буквой СИН. Она мягкая СФАТХАЙ. ХОМСА. Далее стать ТАМАРБУТА с ТАНВИНом ДАММА. То есть по идее ХОМСАТУН должно быть. Но когда мы видим такую форму ТАНВИНа ДАММЫ, то есть когда две ДАММЫ стоят одинаково, это уже означает, что ТАНВИН не надо произносить четко. Здесь тоже так было. Здесь смотрим на следующую букву. Это буква СИН. Это правило ИХФА. То есть в данном случае звук ИН в ТАНВИНе надо произносить скрыто, удерживая через нос. То есть вот так. ХОМСАТУН. САДИСУХУМ. Далее стать буквой СИН мягкая СФАТХАЙ. И ФАТХУ тянем в два шота за шот алифа без огласовки. ТАМАТТОБИИ. САДЕЛЕ стать буквой ДАЛЕ с КАСРАЙ. САДИ. Далее стать буквой СИН мягкая СДАММАЙ. САДИСУ. Далее стать буквой ХАА. Она мягкая и на выдох произносится. САДИСУХУ. Далее стать буквой МИМ СУКУНАМ. Наличие СУКУНАМ над буквой МИМ уже говорит о том, что буквой МИМ надо произносить чётко. Смотрим на следующую букву. Это буква КАФ. И это ИЗГАР ШАФАУЕ. Получается САДИСУХУМ КАЛБУХУМ. Далее стать буквой КАФ. Она мягкая и с ФАТХА. И ФАТХА приобретает лёгкий оттенок Я. То есть КА. КА. Далее стать буквой ЛАМ СУКУНАМ. Буквой ЛАМ произносим мягко. То есть КАЛЬ. Не КАЛ, а КАЛЬ. Далее стать буквой БА с ДАММАЙ КАЛЬБУ. Далее стать буквой ХА. Она мягкая и на выдохе произносится КАЛЬБУХУ. Далее стать буквой МИМ СУКУНАМ. Наличие СУКУНАМ над буквой МИМ уже говорит о том, что буквой МИМ надо произносить чётко. Смотрим на следующую букву. Это буквой РА. Это ИЗГАР ШАФАУЕ. Получается КАЛЬБУХУМ РОДЖМАМ. Далее стать буквой РА с ФАТХА. И буквой РА произносим твёрдо. Так как у неё голосовка ФАТХА. ФАТХА приобретает оттенок О. То есть РА. Далее стать буквой ДжИМ СУКУНАМ. Здесь в данном случае правило КАЛЬБУХУЛА. То есть букву ДжИМ надо подчёркивать. Для того, чтобы подчёркнуть букву ДжИМ, как только букву ДжИМ произносим, язык тут же убираем. Получается РОДЖЕ. РОДЖЕ. Далее стать буквой МИМ. Здесь ФАТХА и стоит буквой МИМ. Здесь по идее должно быть две ФАТХА. ТАНВИН ФАТХА. РОДЖЕ МАН должно быть. И в таком случае звук Н превращается в М. Сразу убирают один ТАНВИН. Одну ФАТХА, прошу прощения. И ставят вместо неё букву МИМ, чтобы мы после этой ФАТХА букву МИМ произносили удерживая. То есть РОДЖЕ МАМ БИЛГОЙБ. Это, ещё раз говорю, это правило ИКЛАБ. РОДЖЕ МАМ БИЛГОЙБ. Теперь здесь буква БИ с КАСРАЙ. И тут же переходим к следующему слову. При переходе минуем ОЛИФ. ОЛИФ не надо произносить сверху подсказка. Здесь буква ЛЯМ произносится, так как над буквой ЛЯМ стоит СУКУН. Это говорит о том, что следующая буква, в данном случае буква ГОЙН, она лунная буква. Теперь, когда буквой ЛЯМ с УКУНом произносим, язык тут же не надо убирать, чтобы не было БИЛГОЙБ. Не БИЛА, а надо читать БИЛГОЙБ. Далее стоит буква ГОЙН, она твёрдая с ФАТХА, и ФАТХА приобретает оттенок О. БИЛГОЙБ. Далее стоит буква Я с СУКУНом. И тут, если мы остановимся, у буквы БА исчезнет КАСРА, появится СУКУН. Учитывая то, что буква Я оказалась предпоследней, и у неё СУКУН есть, здесь будет МАДЛИН, и в случае остановки букву Я надо удерживать до четырёх раз, и букву БА подчёркивать будет КАЛКАЛА, то есть БИЛГОЙБ. Для того, чтобы подчеркнуть букву БА, как только букву БА произносим, губы сразу же открываем. БИЛГОЙБ. Но если вы решили не останавливаться, тогда букву Я не удерживаете, букву БА с КАСРАЙ произносите, КАСРУ не тянете, и идёте дальше. То есть БИЛГОЙБИ ВАЯКУЛУНА. Но лучше останавливаться. Теперь, далее следующее букву БАУ, букву БАУ произносим правильно, то есть МЯХКА, БИЛГОЙБИ ВАЯКУЛУНА. Далее следующее букву Я с ФАТХАЙ. Я. Далее следующее букву КАВ твёрдое с ДАММА, и ДАМУ тянем в два шота, зашат БУКИ ВАУ без огласовки, это МАТТОБИИ. дали сайт бука яку получается дали сайт бука лямс домой дома приобретает оттенок you эту же даму тянем у два шута за шутбуке вау без огласовки там от тоби и ваяку луна не луна а луна дали сайт буква нун сфатхой здесь фатху не тянем и идем дальше ваяку луна саба ату дали сайт бука синь мягкая сфатхой са дали сайт бука ба с сухуном это правило колкала в данном случае буку ба надо подчеркивать для того чтобы подчеркнуть буку ба как только буку ба произносим губы сразу же открываем получается сабы сабы дали сайт бука ай на гортанная сфатха и фатху произносим как гортан язык а саба а саба а дали сайт бука тамарбуто с танвином дамма то есть по идее саба атун должно быть но опять же танвин стоит в такой форме то есть две дамы стоят одинаково и это уже говорит о том что танвин не надо произносить четко смотрим на следующую букву это буква вау это идгам сгунна и в данном случае звук н в танвине превращается в букву вау и букву вау произносим удерживая то есть вот так саба ату у вас а мин ухум теперь букву вау произносим правильно то есть мягко фатху не тянем у вас а мин ухум дали сайт бука са она межзубная сфатха и фатху тянем в два шоу то за счет алифа без огласовки там оттобий са дали сайт букам им ска сры и са ми дали сайт бука нон дамо их дали сайт бука хана мяк кейн на выдох произносится с домами са мин уху дали садбу камин сакуном на наличие сакуна над буквой мим уже говорит о том что буквой мим надо произносить четко смотрим на следующее буква каф это из изгар Получается И здесь, дорогие друзья, хочу сказать Вне зависимости от того, хоть вы остановитесь Или не остановитесь Буква МИМ надо произносить четко В любом случае будет из ГАРШАФАУЯ Так как следующая буква, буква КАФ Остановились Не остановились, букву МИМ произносит четко И тут же идет и дальше Но лучше останавливаться Теперь, далее стать буква КАФ Она твердая, сдамая Далее стать буква ЛАМ Здесь должен быть СУКУН, по идее КУЛ Но СУКУН убрали, тем самым дают подсказку Потому что здесь буква ЛАМ не надо произносить То есть здесь буква ЛАМ превращается в букву РА За счет чего буква РА удваивается, дорогие друзья То есть здесь надо читать Не КУЛ РАББИ, а КУР РАББИ КУР РАББИ Теперь здесь буква РА произносится твердо Так как у нее голосовка ФАТХА А ФАТХА приобретает оттенок О То есть КУР РА Далее стать буква БА Она удваивается с КАСРАЙ И тут КАСРУ, дорогие друзья Вот волныстый знак говорит о том, что КАСРУ Мы имеем право тянуть как два раза Как больше двух раз То есть шесть раз Это МАДМУНФАСИЛ Так как слово РАББИ заканчивается на букву Я без огласовок А следующее слово, слово АЛАМУ Начинается на букву АЛИВСХАМЗАЙ Это МАДМУНФАСИЛ Поэтому вы имеете право тянуть КАСРУ в два шота И читать КУР РАББИ АЛАМУ Либо тянуть КАСРУ шесть раз И читать КУР РАББИ АЛАМУ И так, и так, правильно Выбор за вами, дорогие друзья Теперь ДАЛИВСХАМЗАЙ И ФАТХАЙ И ФАТХУ произносим как мягкий звук А ДАЛИВСХАТБУК АЙН АНА ГАРТАННОЯ СУКУНАМ получается. Далее сайт буква лам с фатха и фатха приобретает оттенок я. Далее сайт буква мим с дамой, даму здесь не тянем и идем дальше. Далее сайт буква ба с кастрой би. Далее сайт буква аин гортанная с кастрой и кастру произносим как гортанный звук и. Далее сайт буква даль она удваивается с фатхой. Получается би-ид-да. Далее стоит буква та с касрой би-ид-да-ти. Далее стоит буква ха. Она мягкая на выдохе произносится с касрой би-ид-да-ти-хи. Далее стоит буква мим. Здесь должен быть сукун, но сукун убрали, тем самым дают подсказку, что буква мим не надо произносить четко. То есть здесь не может быть би-ид-да-ти-хим ма я'ламухум. Здесь встретились две буквы мим, как вот в этом случае. Первая из них сукун. вторая здесь в данном случае с фатхой. Это то есть первая буква мим в данном случае сливается со второй буквой мим, за счет чего вторая буква мим удваивается. И ее надо произносить удерживая. Это и плюс фатху над буквой мим тянем в два шота за счет алифа без огласовки. Это получается би-ид-да-ти-хим ма. Далее стоит буква я с фатхой я. Далее стоит буква айн гартанная с сукуном, получается я я и дали стать бука ламс фатха и фатха приобретает оттенок я я не алла я алла дали стать бука мимс дома я алла му дали стать бука она мягкая на выдох произносится я алла муку далее стать бука мимсу куном наличие секунду над буквами уже говорит о том что буквами надо произносить четко смотрим на следующую букву это буквально с хамзой это изгар шафа у я получается я алла муку иль далее стать бука алиф с хамзой и касра и касра произносим как мягкий звук и далее стать бука лам она удваивается фатха приобретает оттенок я эту же фатху тянем в два шута за счет алифа без огласовки там от таби и получается или далее стать бука of она твердая с фатха и фатха приобретает оттенок о то есть а далее стать бука ламс касрой и тут если вы решили остановиться дорогие друзья при остановке у буквы лам исчезнет танвин дама появится сукон и касру в таком случае мы имеем право тину четыре раза будет мад ари то есть поле но если вы решили не останавливаться здесь тогда касру под буквой лам тяните всего в два шута не больше за счет буки я без огласовок будем на таби и не мад ари дама таби и будет здесь танвин то есть звук н произносится скрытую удерживая через нос так как следующая буква бука фа будет их фа то есть и ла али лун файла и так далее но лучше останавливаться теперь дали стать бука фа с фатхой фа дали стать бука лам с фатхой фатха приобретает оттенок я эту же фатху тянию в два шута за счет алифа без огласовок это маток таби я и то есть файла а не фала а файла дали стать бука tas damage то дали стать бука ми suicide и фатхой фатху тянем в два шута за счет алифа без огласовок это маток таби и тума далее стать бука раскастрой учитывая то что у букара голосовка кастра касру буку ра произносим мягко то есть тума и率 этойә неют ма ри и тумары и 댓аны Следующая буква Фа с Касарой. Касару тянем в два счета. За счет буквой Я без огласовки. Это матоби'и. Далее следующее буква Ха. Она мягкая, на выдох произносится. Далее следующее буква Мим с Сукуном. Наличие Сукуна над буквой Мим уже говорит о том, что буквой Мим надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква Алиф с Хамзой. Это Изхар Шафауя. Получается Фала Тумари Фи Хим Илла. Теперь далее буква Алиф с Хамзой и Касарой. Касару произносим как мягкий язык И. Далее следующее буква Лям. Она удваивается. Фатха приобретает оттенок Я. Эту же Фатху тянем в два счета. За счет Алифа без огласовки. Это матоби'и. Получается Илла. Далее следующее буква Мим с Касарой. Ми. Далее следующее буква Ра с Фатхой. Буква Ра произносим твердо. Фатха приобретает оттенок О. Эту же Фатху тянем в четыре счета. Или четыре раза. Не меньше. Слово «ми-ро-ан» это одно слово, как мы видим, в одном слове после алифа без огласовок стоит хамза. Это, вот над алифом стоит волнистый знак, это не огласовка. Волнистый знак говорит о том, что фатху над буквой «ро» надо тянуть дольше обычного. Обычно, если мы тянем в два шота, тут надо тянуть, как я уже сказал, в четыре шота. «Ми-ро-ан» Теперь над хамзой стоит «тан-вин-фатха» по идее «ми-ро-ан». Но так как следующая буква, буква «в», здесь «тан-вин» надо произносить скрыто, удерживая через нос, это «их-фа». Получается «ми-ро-ан» Теперь дали следую букву «в», она твердая, фатха приобретает оттенок «о». Эту же фатху тянем в два шота, за счет подсказки прямой палочки, это «мат-тоби-и», то есть «в-о-о-о». Дали следую букву «ха», она мягкая, на выдохе произносится. Далее следую букву «ра-сан-вин-фатха», по идее «в-о-хи-ро-ан» должно быть. Но так как следующая буква, буква «ва-у», здесь звук «н» превращается в букву «ва-у», за счет чего букву «ва-у» произносим удерживая, это «ид-гамс сғунна», и получается «в-о-хи-ро-у-о». Здесь букву ВАУ произносим правильно, то есть мягко. Фатху здесь не тянем и идем дальше. Теперь буква ЛАМ здесь с Фатхой. Фатха приобретает оттенок Я. Эту же Фатху тянем в два шота за счет Алифа без огласовок. Это Маттаби'и. Дали следу бука ТАМ мягкая с Фатхой. ТА. Дали следу бука СИН мягкая с СУКУНом. ТАС. Дали следу бука ТАМ мягкая с Фатхой. ТАС ТА. Дали следу бука ФА с СУКУНом. ТАС ТАФ. Дали следу бука ТА с КАСРой. ВАЛА ТАСТАВТИ. Здесь КАСРу не тянем и идем дальше. ВАЛА ТАСТАВТИ ФИХИМ. Дали следу бука ФА с КАСРой. КАСРу тянем в два шота за счет буки Я без огласовок. Это Маттаби'и. Далее стоит буква Х, она мягкая на выдохе произносится И здесь стоит буква МИМ Здесь должен быть сукун, но сукун убрали Тем самым дает подсказку, что букву МИМ не надо произносить четко Здесь опять же встретились две буквы МИМ Как в этом случае Это означает, что первая буква МИМ сливается со второй буквой МИМ За счет чего буква МИМ вторая, она удваивается И ее надо произносить, удерживая Это идгам митслайн Получается фи-хим-мин-хум Далее стоит буква нун с суккуном Наличие суккуна над буквой нун уже говорит о том, что буквой нун надо произносить четко Смотрим на следующую букву Это буква х, это изгар Получается фи-хим-мин-хум Далее стоит буква х, она мягкая на выдохе произносится мин-ху Далее стоит буква мим с суккуном Наличие суккуна над буквой мим уже говорит о том, что буквой мим надо произносить четко Смотрим на следующую букву, это буква олив с хамзой Это изхар шафауя Получается Теперь здесь Далее следующее буква олив с хамзой и фатха И фатху произносим как мягкий звук Далее следующее буква ха, она гортанная с фатхой И здесь по идее ахадан Но при остановке одна фатха исчезнет, другая фатха останется И эту фатху тянем в два шота за шот олив без огласовок Это матоби'и, то есть Но если вы решили не останавливаться, а продолжить Тогда танвин, точнее звук н превращается в букву вау За счет чего букву вау произносим удерживая Это идгам с гунной То есть Но лучше останавливаться С правилами здесь все было понятно, я надеюсь, дорогие друзья Теперь, как я уже заранее анонсировал Каждый из этих аятов по три раза прочитаю А потом еще раз эти же аяты прочитаю Инша Аллах Ауазу Биллахи Мина الشейтониррожим Бисм Аллахи Мина الشейтониррожим Бисм Аллахи Мина الشейтониррожим Ли ярламу анна ва'даллахи хаку Ли ярламу анна ва'даллахи хаку Ауазу Биллахи хаку Субтитры создавал DimaTorzok قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بِنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانَا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانَا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَافَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيِّبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدَى سَيَقُولُونَ ثَلَافَةُ الرَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيِّبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدَا سَيَقُولُونَ ثَلَافَةُ الرَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا رَجْمًا بِالْغَيِّبِ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيِّبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَأً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْ هُمْ أَحَدَا Теперь эти аяты один раз прочитаю, иншаллах. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بِنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانَا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِفِيهِمْ وَلَا تَسْتَفْتِفِيهِمْ مِنْ هُمْ أَحَادًا سَادَقُ اللَّهُ الْعَظِيمُ Надеюсь, что здесь все было понятно, дорогие друзья. Если что-то было непонятно или какие-то у вас вопросы будут, спрашивайте в комментариях. С удовольствием вам отвечу, иншааллах. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал. Расскажите про мой YouTube-канал всем своим друзьям, близким, знакомым, родным. Всем спасибо за внимание. Всем желаю доброго здоровья. До новых встреч. Ассаляму алейкум.